Полезный город Здравствуйте Здравствуйте Но говорить мы сегодня будем о вступлении в силу Новые системы, рынок обращения с отходами первого и второго классов опасности С 1 марта следующего года начинает жить по новым правилам Я не знаю, насколько корректно говорить новые правила Потому что вообще были ли хоть какие-то правила В обращении с отходами первого и второго класса опасности Это я сейчас Инессе Федорчук адресую вопрос Да, Анна, вы совершенно правы Давайте разберемся сначала в предмете, что происходит на сегодняшний день Сегодня, к сожалению, свободный рынок в сфере обращения с отходами первого и второго классов опасности Показал свою полную неэффективность И значительная часть так называемых опасных и сверхопасных отходов Передается третьим летцем При этом сами хозяйствующие субъекты Перестают нести ответственность за судьбу переданных отходов Что, собственно, создает условия риска для постоянного прироста накопленного экологического ущерба То есть необходимость реформирования данного рынка назрела давно И вот с 1 марта 2022 года начинает свою работу федеральный экологический оператор Что произойдет с 1 марта, собственно, для отходообразователей, для операторов по транспортировке, для операторов по переработке В первую очередь функции федерального экологического оператора Это администрирование всей системы управления отходами В декабре месяце текущего года федеральный экологический оператор Уже запускает в промышленную эксплуатацию созданную им же Федеральную государственную информационную систему По обращению с отходами первого и второго класса опасности Эта система, собственно, будет являться таким единым окном Для отходообразователей, для транспортировщиков данных отходов И для, естественно, переработчиков Администратором всей этой системы, я уже сказала, является федеральный экологический оператор Для того, чтобы подключиться к этой системе Я знаю, что тестовы ее уже проверяли в нескольких регионах России Не знаю, проверяли ли в Кировской области Для того, чтобы подключиться к этой системе Надо быть зарегистрированным на государственных услугах Или где-то еще для предприятия Да, совершенно верно Собственно, само подключение будет занимать порядка 15 минут У наших участников рынка Потому что вся основная информация подтягивается со всех смежных так называемых систем Тем не менее, отходообразователю нужно будет завести Опять же, участникам рынка Нужно будет завести свой личный кабинет И максимальное количество информации про участников рынка Будет подтягиваться в первую очередь с госуслуг Это и ННН, и различные свидетельства о постановке на учет И лицензии Это будет сайта Росприроднадзора Ну, собственно, мы старались очень сделать систему дружественной Чем меньше требуется времени нашим участникам рынка Для регистрации своих личных данных и личного кабинета, соответственно, тем лучше И чем она понятнее, да, и интерфейс, и всего остального А что дает эта система вообще участникам? В первую очередь, эта система дает ее участникам и государству Ну, государство дает возможность и контроля, да? Конечно, мониторинга и контроля А здесь мы как бы соединяем всех участников рынком С 1 марта 2022 года отходообразователь без участия федерального экологического оператора Не может заключать договоры Если только, конечно же, у отходообразователя нет своих утилизационных мощностей Давайте разделим этот вопрос на два подвопроса Отходообразователи у нас бывают собственными мощностями по переработке отходов, которые они образовали И без них Собственно, те отходообразователи, у кого есть собственные мощности Они просто информируют нам о количестве образованных отходов О количестве переработанных, утилизированных Но, тем не менее, они являются полноценными участниками данной системы Отходообразователи, у которых нет своих мощностей Они, собственно, заключают договор с федеральным экологическим оператором, и далее все вопросы по транспортировке, по переработке, утилизации, безвреживанию, они все лежат на плечах федерального экологического оператора. То есть предприятию вообще не надо об этом думать? Он заключил договор, он в этой системе подал заявку о том, что вот столько у него отходов образовано, и, собственно, их нужно вывезти. Дальше федеральный экологический оператор весь процесс организует самостоятельно. Приезжает транспорт, отворот забирает отход, и все, дальше отходообразователь уже, собственно, забывает об этой проблеме. Во сколько это будет обходиться? Известно ли? Первый вопрос, конечно, будет про деньги, мне кажется, у всех. Наверняка их уже задают. Два подвопроса в этой теме. Первое. Все, что связано с деятельностью федерального экологического оператора в соответствии с 89-м ФУЗЕ, является регулируемым видом деятельности. И что это значит? Это значит, что государство в лице федеральной антимонопольной службы России устанавливает тарифы по обращению с отходами. К сожалению, я не могу сейчас... Мы сейчас по цифрам и не скажем, конечно. Совершенно верно, потому что в настоящее время уже правительство Российской Федерации внесен в проект постановления об утверждении основов ценообразования. Соответственно, как только появится основа, утвержденная правительством, методика, мы федерально-экологический оператор... Все будет рассчитано и все можно будет посмотреть и увидеть. Все, что касается взаимоотношений федерального оператора с транспортировщиками и с переработчиками, это все рыночное взаимоотношение. Будет объявляться конкурс, будет выбираться лучше по цене, лучше по предложению участник. Выгодный и надежный? Конечно. То есть вот 22-й год, он такой пилотный получается, да? Все будут готовиться. А преимущества для участников рынка, которые дает вот эта система, федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами первого и второго классов, помимо вот того, что не нужно думать вообще, а куда их деть, есть еще какие-то преимущества? В первую очередь, система становится прозрачной, вообще сама система по обращению с отходами, да? Во-вторых, на мой взгляд, рынок точно будет понимать правила игры, что важно, так как проект-постановление содержит в себе пятилетние тарифы, и предприятия-отходы образователи очень четко будут понимать, они знают свой объем по образованию отходов и знают установленный государством тариф. То есть это с точки зрения планирования собственных затрат, я считаю, что огромный плюс, да. В поселке Мирный сейчас уже на протяжении последнего года работают менделеевские классы. Это образовательная такая история, созданная по инициативе Российского химико-технологического университета имени Менделеева и федерального экологического оператора как раз. И, наверное, мы сейчас уже можем сказать, каковы итоги работы, ну вот первые такие, да. Есть ощущение, что интересно это школьникам? Задача какая была у них? Действительно, инициатива была поддержана и Росатомом, и федеральным экологическим оператором. Это большая работа, которая ведется не только в Кировской области, но и в других субъектах Российской Федерации. И прежде всего в субъектах, где присутствуют интересы и Росатома, и федерального экологического оператора. Это большая работа для подготовки наших будущих специалистов для промышленных предприятий, в том числе промышленных экологов. Это специалисты не только с высшим образованием, это специалисты от лаборанта, с квалификацией лаборанта до, конечно же, тех, кто поступит и в аспирантуру, и в докторнатуру, и кто будет двигать нашу науку. Была такая сформулирована задача, не просто отбирать каких-то эксклюзивных детей, самых талантливых людей, допустим, и привозить их в отдельную школу. Сейчас мы создадим лицей по подготовке лучших кадров. Да, специально, так сказать, некрасивое слово такое, ликвид талантов. У нас задача поддержать всех и помочь реализоваться всем детям, которые находятся в настоящий момент в том муниципальном образовании, в котором присутствует предприятие федерального экологического оператора. Это действительно дает возможность детям раскрыться. Это дает возможность общаться с профессорско-преподавательским составом высшей школы. Это не просто высшая школа. В настоящее время Российский химико-технологический университет – это первый университет по химической технологии в Российской Федерации. Идущий в УЗ. Да, и просто мы буквально недавно победили в программе «Приоритет-2030» программы Министерства образования и науки. И в настоящее время мы ведем передовую науку вперед, и передовая наука просто не может быть без будущего поколения. То есть мы замахнулись на то, чтобы работать и с дошкольным образованием. То есть с детского сада прям? Фактически да. То есть это вот последние такие тренды, последние, да, такие вот направления нашей работы. Мы открыли на базе химико-технологического университета детский технопарк, где мы начинаем занятия с детьми буквально с пяти лет. И они проходят интенсивные курсы вместе с родителями, отдельно от родителей. Это специальные занятия в сети интернет, то есть мастер-классы. С этого года у нас проводятся всероссийские такие мероприятия, как битва химиков, которые позволяют детей погрузить в будущую профессию не только химика, но еще раз хочу повторить промышленного эколога. Потому что в настоящее время очень, ну, большая потребность отрасли, в целом экономики Российской Федерации в подготовленных кадрах. Родители задумываетесь сейчас. Да, и большой плюс, конечно же, что именно Росатом и федеральный экологический оператор начал эту большую, глобальную, я считаю, работу. И если говорить конкретно по поселку Мирный, то это уже два класса. То есть это восьмой и девятый класс. Это уже сорок человек. Ежедневные занятия – это дополнительная подготовка учителей, и учителей химии, и учителей математики. Потому что химия без математики тоже невозможна. Математика тоже царица, как говорится, всех наук. Поэтому дети с возможностью получения дополнительных знаний, конечно, будут востребованы учебными заведениями. И мы не только говорим о учебном заведении, таком как Российский химико-технологический университет. Мы говорим о сети учебных заведений, которые входят в консорциум, передовые экотехнологии. Это и Вятские государственные университеты. И большой интерес в университете вызывает работа и со школьниками, и работа с талантливой молодежью, и работа по проектной деятельности. То есть это действительно такой широкий спектр работы, не просто какие-то лекции, которые нужно отсидеть, просто показаться либо в онлайн, либо в оффлайн. Это действительно нужно пошевелить мозгами. Необходимо экспериментировать, участвовать в реальной работе, в реальных лабораторных занятиях, которые проводят преподаватели. И результат, в том числе в этом году, это, конечно же, активнейшее участие в Менделеевской экологической экспедиции, которая была на Байкал. Вот, я про нее хотела сказать, что это ведь не только учебный процесс, это ведь еще возможности и страну повидать, и какие-то проекты сделать, и с интересами людьми поработать вместе. Ребята посетили Москву, участвовали, опять же, во всероссийском таком проекте «Экологический диктант». После этого они имели возможность посетить и детский технопарк, и лабораторию университета, и, конечно же, отправиться. Самое такое, наверное, яркое событие в жизни. Не все могут попасть на Байкал в своей жизни, но вот ребята в таком молодом возрасте, раннем возрасте, увидели нашу жемчужину, наше достояние, за которое, так сказать, мы будем все бороться за чистоту этого объекта и за то, чтобы мы могли дальше гордиться своими такими природными богатствами. А мы делали, кстати, эфир по итогам экспедиции на Байкал. У нас на сайте хакерова.ру есть размещенный этот эфир, можно его послушать. Как раз впечатлениями ребята делились, впечатлений масса, конечно, была. Игорь Владимирович, еще хотела у вас спросить. Есть программа, которая реализуется в рамках как раз нацпроекта «Экология». Минприрода, она инициирована федеральным экологическим оператором. Программа называется «Престиж работы в промышленной экологии». И как раз вот Менделеевские классы – это первая ступенька, собственно говоря, да? Можете ли вы чуть более подробно рассказать о мероприятиях вот этой программы, может быть, уже для более старших школьников и студентов? Мы начали, так сказать, подходить к этой теме в процессе разговора. Сегодня, когда мы принимали участие в игре… Они, кстати, подробнее Роман нам чуть-чуть позже расскажут. Да, то, что Роман будет пояснять. Я ребятам сказал, что фактически мы понимаем, что в настоящее время просто предприятиям неприлично, уже просто неприлично, не иметь специалистов в своем штате, в области промышленной экологии. Потому что действительно большая востребованность и выпускников, и участников этой образовательной программы. И тот багаж знаний, который у нас есть, он действительно позволяет выпускать высококвалифицированных специалистов. И хотелось бы привести вот цитату американского архитектора-новатора Фрэнка Ллойда Райта. Эта цитата звучит так, что «Думай глобально, действуй локально». Фактически это демонстрирует основной принцип промышленной экологии. То есть, и действительно, то, что зеленая химия, заявленная сейчас, это цели устойчивого развития, это действительно перспективное направление для экологизации нашего общества. Это фактически коренное изменение вообще и подходов, и сознания, и будущей вообще работы. И это большие капитальные вложения. Это фактически действительно будет остановка даже многих промышленных предприятий для того, чтобы решить эти вопросы. Потому что без этого дальше двигаться просто нельзя. Это не то, что какой-то, знаете, новомодный тренд, но мы просто дошли до точки. До точки, которую новые молодые специалисты и тот багаж знаний, опыт, который уже был наработан и не только нашим университетом, но и коллегами, и контрольно-надзорных служб, и других университетов, он действительно должен стать той базой, которая даст какой-то толчок дополнительный для того, чтобы мы подготовили, еще раз возвращаюсь, от детей, с которыми мы теперь начали заниматься, до тех выпускников, которые будут нужны. Которые придут на эти предприятия. Если мы говорим о РХТУ, это востребованность порядка 85%, то есть трудоустроенность. Это сейчас опять же родителям я предлагаю задуматься. Я почему? Вот это сигнал и посыл родителям. Потому что большая востребованность. Это отмечает и Роспотребнадзор, и Министерство природных ресурсов. Роспотребнадзор, да. Да, это мы просто видим. И как промышленные предприятия просто устраивают крупнейшие даже холдинги, такие как Сибур, как Лукоил, Мосводоканал. Они просто устраивают охоту за такими специалистами, потому что действительно их не хватает. И специалистов не только с высшим образованием, но и специалистов, которые среднее профессиональное образование получили. И мы этому тоже уделяем большое внимание. То есть мы фактически реализуем проект бесшовного образования. То есть школа, СПО, ВУЗ, предприятие. Вот у нас сейчас два менделеевских класса получается, да, на базе школы в поселке Мирном. А будет ли это движение как-то расширяться? Ну, во-первых, если мы говорим о Мирном, то это процесс ежегодный. То есть каждый год у нас появляется новый класс. То есть восьмой класс переходит в девятый, девятый в десятый, десятый в одиннадцатый. И мы опять же заявляем о том, что мы хотим все-таки по выпуску из одиннадцатого класса, чтобы те, кто действительно хорошо занимался проектной деятельностью, те, кто имел хорошие оценки, да, и хорошо сдавшие, отлично сдавшие экзамен, могли получить специальные свидетельства о том, что они могут работать лаборантами на промышленных предприятиях, и получить профессию. То есть опять же мы даем, так сказать, отсыл к прежнему нашему советскому образованию, когда были учебно-производственные комбинаты, и когда ребенок выходил из школы, уже с профессией какой-то. Он имел какую-то профессию и мог, так сказать, себя реализовать уже на производстве, на предприятии. И дальше получить, если пожелает, опять же, образование, либо техникум, либо училище, ну, я по-старому, конечно, называю, чтобы было понятно, либо пойти в университет, ну, а потом дальше заняться и научной деятельностью, либо просто посвятить себя работе на предприятии. И уже смотреть, какое образование ему необходимо. Да, то есть широчайший спектр здесь, опять же, в кооперации и в коллаборации и с государственной компанией «Росатом», и с федеральным экологическим оператором, и со всеми вузами, которые у нас входят в консорциум передовой экотехнологии. Игорь Еремин упомянул игру, которая прошла в Кирове 23-24 ноября. Это третья всероссийская научно-практическая конференция технологий переработки отходов с получением новой продукции у нас состоялась. И вот как раз во время конференции была игра для студентов. Игра называлась «Зеро-вест. Ноль отходов». Посвящена она была, соответственно, проблематике обращения с отходами производства, условиям новой работы с отходами первого-второго класса в опасности и вот выстраиванию этой комплексной системы рециклинга в России. Можете поделиться впечатлениями вообще? Студенты в ней принимали участие? Да, в ней принимали. То есть уже не школьники? Да, да, это уже студенты. Вы знаете, я впервые принимал участие в этой конференции. Это было невероятно интересно посмотреть, как молодые ребята, студенты, они продемонстрировали это как раз и на игре «Зеро-вест» и на защите кейсов. Они действительно уже владеют такой серьезной терминологией. То есть они не просто увлекаются темой экологии, но действительно в этом разбираются, можно сказать. И частично даже понимают какие-то процессы, происходящие внутри. Вообще, вот как уже сегодня Игорь Владимирович сказал, и Инесса Валерьевна, что это развивающаяся сфера, и ребята, безусловно, станут, если, конечно же, захотят. Я уже сегодня вижу, что у них есть все для этого условия. При их желании они станут, конечно, ведущими специалистами, и в нашей стране непременно найдут себе применение. Потому что приличные предприятия должны иметь у себя в штате промышленных экологов. Это просто необходимо. Вот эти ребята нам продемонстрировали, что, в общем, мы можем не беспокоиться. У нас есть молодое поколение, которое готово этим заниматься. Для нас вообще был для всех, и для Игоря Владимировича, для Романа, для меня. Сегодня первый опыт. Мы были все в жюри. То есть они проекты какие-то представляли? Они кейсы защищали. Сначала была игра, типа брейн-ринга или викторины, да. Отвечали на вопросы, получается, да? Да, совершенно верно. Им давалось определенное количество времени, всем одинаковые. Собственно, кто-то отвечал. Делали ставки. Не так все было просто. В общем, ребята молодцы. Очень живо реагировали, живо отвечали. Ну и вторая часть сегодняшней игры была, это, безусловно, защита кейсов. Это проекты какие-то ребята представляют свои? Да, реально. Там был вопрос, там жеребьевка, каждой команде достался свой кейс. Кейс, ну, собственно, описывал ситуацию, и дальше следовали вопросы. Как его решить? Можно было пользоваться всеми гаджетами, интернетом, ради бога, там давалось время, 20 минут, по-моему. И ребята должны были на этот кейс ответить, аргументированно ответить. Еще, кроме того, они, собственно, добавляли символы, когда каждая команда задавала вопросы своему сопернику, а соперник реагировал, отвечал. В общем, все было очень интересно, ребята молодцы. А какие кейсы-то какие? Ну, давайте для примера что-нибудь приведем. Я его прям зачитываю. Между собственником здания ООО «Технострой», осуществляющим деятельность, в процессе которой в том числе образуются отходы первого класса, и обслуживающей организацией, занимающейся технической эксплуатацией здания, заключен договор. Согласно договору, обслуживающая организация оказывает услуги по сбору и вывозу отходов ООО «Технострой». Вопрос. Кто должен являться поставщиком информации в федеральную государственную информационную систему и заключать договор с федеральным оператором ООО «Технострой» или обслуживающая организация? И кто должен? Да. Мы оставим ответы на эти вопросы за рамками. Ребята давали очень аргументированный ответ, они молодцы, конечно. А тут есть над чем подумать, то есть неоднозначный ответ получается? Ну, во-первых, безусловно, здесь это 89 ФЗ, наш основной закон об отходах производства и потребления. Да, им сложно было в нем ориентироваться, потому что, да, ситуация, они же все с подвохом вопросы. И неоднозначное, так вот в лоб ответить, посмотрев на статью закона, что вот именно так, то есть это неоднозначный ответ. Ребята, молодцы, справились, да, подвохи видели. Ну, вот это тот вопрос, на который наверняка придется отвечать многим нашим предприятиям с 1 марта следующего года. Поэтому я, наверное, рекомендовала бы все-таки как-то познакомиться с тем, что из себя представляет вот эта федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами первого и второго классов, чтобы потом уже понимать там, да, что и как. Можно где-то попробовать это сделать? То есть вот кто-то из представителей бизнеса, например, предприятия? У нас вторая система работает второй год уже в тестовом режиме. Мне кажется, очень здорово был организован процесс создания системы. Мы сразу же сделали тестовую версию и по мере разработки дополнительных модулей, мы просто там эти модули довключали, а вообще те, кто хотел, мы везде обращались к участникам, предполагаемым участникам рынка и субъекты на уровне министерства природных ресурсов каждого субъекта просили, информировали. Пожалуйста, подключайтесь все к системе в тестовом режиме, пишите нам, пожалуйста, отдавайте нам обратную связь, что плохо работает, непонятно, мы будем учитывать процессы создания. Ну, вот так рождалась система в режиме, можно сказать, постоянного мониторинга с участниками рынка. Кто еще не пробовал, заходите на сайт федерального экологического оператора, ищите ссылочку, и дальше идете по этой ссылочке и разбираетесь, чтобы 1 марта 2022 года сюрпризов для вас не было. Совершенно верно, в декабре месяце уже будет неопытная эксплуатация системы, неопытная ее версия, не бета-версия, а уже система будет работать в продуктиве, и у нас есть вместе с вами январь и февраль для того, чтобы мы все в спокойном режиме зарегистрировались. Будет работать прямая линия, телефон там 8800, который будет бесплатно для всех субъектов Российской Федерации, будет звонить, будет работать прямая линия 24 на 7 в круглосуточном режиме, будут сидеть операторы и вместе с вами регистрироваться, помогать вам в этой системе. Это если вдруг у самих не получится. Да, да. Спасибо большое нашим гостям. У нас и Федорачок, начальник управления по реализации проектов в сфере экологии Госкорпорации «Росатом», Игорь Еремин, проектор Российского химико-технологического университета имени Менделеева, и Роман Горячев, главный специалист-эксперт федерального экологического оператора. Были у нас в гостях. Я думаю, что до новых встреч, увидимся еще. Спасибо, обязательно. Спасибо большое. До свидания. Всего хорошего. Гринвей Екатерина Демичева. Она напомнила, что каждый год объемы образования отходов в нашей стране увеличиваются. В 2005 году было образовано более 3 миллиардов тонн отходов всех классов опасности. Сегодня их почти 8 миллиардов тонн. А к 2030 году, по прогнозам, объемы образования отходов практически удвоятся – до 13,5 миллиардов тонн. При этом занимать под размещение отходов все новые и новые площади невозможно. Как подчеркнула Екатерина Демичева, во многих странах мира давно поняли, что полигоны – источник ценных вторичных материальных ресурсов, с которыми нужно работать. И технологический процесс необходимо настроить так, чтобы из отходов получать полезные продукты или сырье для следующих технологических процессов. К отходам первого и второго классов опасности относятся, например, ртуть, содержащие отходы, в том числе ртутные лампы, отходы химических источников тока, такие как батарейки и аккумуляторы, органические горючие отходы химического и нефтехимического производства. Для их переработки в России и создаются современные экотехнопарки, отвечающие принципам экономики замкнутого цикла. Один из семи появится в Кировской области. Также экотехнопарки будут построены в Иркутской, Саратовской, Томской, Нижегородской и Курганской областях и Удмуртской республике. Для технического оснащения экотехнопарков привлекли как российские, так и зарубежные разработки. Появление экотехнопарков позволит создать высокоэффективную и экологичную систему переработки поступающих отходов первого и второго классов опасности, исключающую негативные воздействия на окружающую среду. Это предотвратит образование новых полигонов, поможет улучшению экологической ситуации в стране. Кроме того, новая отрасль обращения с отходами производства поспособствует научно-техническому развитию и создаст спрос на новые знания и новых специалистов. Полезный город